Трафик Телеграм в России вырос на 70% за два года, пишет ряд федеральных изданий. Сегодня благодаря этому мессенджеру мы не только общаемся с коллегами и знакомыми, но и совершаем сделки, узнаем новости, реагируем на происходящее. А еще в Телеграм теперь можно дотянуться и до властей. Они тоже ведут свои каналы. Только вот эффективный ли это инструмент или работа для галочки? Как должно быть организовано взаимодействие, чтобы система работала как надо? И что делать с обратной связью? Вопросов в этой теме накопилась масса. Меня зовут Анастасия Шерстобитова. Это программа, в которой мы будем искать ответы. Сегодня в студии Алексей Бурков. Зона роста есть и большая. Руководитель Центра управления регионом Пермского края считает, что для того, чтобы стать идеальной площадкой для взаимодействия, Телеграм нужно усилить работу с фейками, а чиновникам открыть комментарии. А также Михаил Мухин. Государство должно присутствовать там, где присутствуют граждане этого государства. Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНУ. Уверен, что важно в первую очередь развивать оперативность обратной связи от органов власти. Приветствую вас, дорогие гости. Михаил, вот вы для чего используете Телеграм? Ну вообще, как и любой, я думаю, его пользователь, во-первых, это общение с родными, близкими, коллегами. Во-вторых, это получение информации из Телеграм-каналов, на которые я подписан на сотни. Они даже систематизированы, есть отдельная категория СМИ, где я узнаю о всех актуальных новостях нашего региона и не только. То есть это именно новости или какие-то другие еще форматы? Ну, конечно, это еще и профильные Телеграм-каналы политиков, общественных деятелей, ученых. Это Телеграм-канал Миноборнауки России, из которого мы узнаем о жизни высших учебных заведений. Потому что и Миноборнауки России, и его подведомственные учреждения активно ведут работу в Телеграм-канале. Алексей, вы на что тратите время в этом мессенджере в основном? Для меня в основном это работа. И я подписан на... Я давно не считал, но счет идет уже на сотни Телеграм-каналов, сотни чатов с коллегами из разных регионов и из территории Пермского края. В общем, по большому счету, наверное, Телеграм отнимает у меня до 40% рабочего времени. Почему? Ну, во-первых, это удобнейший мессенджер из существующих на сегодняшний день. Во-вторых, и там большинство рабочих коммуникаций происходит. Все рабочие чаты там и так далее. Во-вторых, он защищенный, в отличие от того же Ватсапа. Если вы все еще ведете рабочие коммуникации в Ватсапе, неистово не рекомендую не делать этого. Переходите на Телеграм. Ватсап небезопасен с точки зрения информационной безопасности. Это раз. Во-вторых, мы сейчас развиваем присутствие органов власти в Телеграме. И это отдельная часть работы. Ну и третья, не менее важная часть работы – это контроль распространения фейковой информации. К сожалению, у Телеграма есть такой недостаток. Там фейковая информация распространяется наиболее активно, гораздо активнее, чем в том же ВКонтакте. И активнее, чем в Ватсапе сейчас. Хотя когда-то Ватсап был главным распространителем фейковой информации. Мы к этой теме еще вернемся и обсудим способы минимизации этих рисков. Но для начала предлагаю посмотреть, что ответили прямики на тот же вопрос, для чего они в основном используют мессенджер Телеграм. Давайте посмотрим. Что вы читаете, смотрите в Телеграме? Ничего не смотрю. Для общения с друзьями и родными. А каналы какие-нибудь смотрите? Нет, только исключительно для общения. И для работы, и для личных целей. Для работы в основном. Вообще я подписана на такие, как инвестиции, бизнес, ну, психология, так как я увлекаюсь. Обвлекаюсь в новости и по интересам. Разные направления меня интересуют. Ну, то есть искусство, дизайн, все, что мне интересно, я там нахожу. Житаю новости о Перми и о Пермском крае. Общаюсь с родственниками. Как массажер, переписка. А какие-то каналы смотрите? Да, бывают новостные в основном. Все подряд. Новости спорта, политики и так далее. На самом деле пара новостных пабликов. И в основном в чатах общаюсь с ребятами по интересам. Что ж, вот такие мнения мы получили. Большинство используют не только для того, чтобы общаться с друзьями и родственниками, но и даже читать новости, новости политики в том числе. Михаил, как вы относитесь к этой идее? Сейчас мы можем читать властей и отдавать им какую-то обратную связь. Уже и в Телеграм. Раньше это был ВКонтакте. Какие-то другие платформы, которые не особо пользовались спросом. Что с Телеграм? Насколько это удобно для того, чтобы с властями общаться, на ваш взгляд? Ну, вообще, если говорить про взаимодействие власти с обществом, власти с людьми, органов власти, то органы власти должны присутствовать точно там, где присутствуют люди, где им интересно, где они находятся. Поэтому, да, информационная работа, информирование населения о деятельности органов власти в Телеграме, конечно, важно. Обратная связь также важна. И в этом случае последние 5-7 лет мы видим, как развивается работа органов власти в разных социальных сетях, в интернет-пространстве. И непосредственно Телеграм в силу его удобства для людей будет удобен и для взаимодействия с органами власти. Ну и вот эта концепция орган власти на удаленности вытянутого пальца, да, как мы говорили, там, еще в 2016 году, когда депутаты заходили в ВКонтакт, да, открывали свои онлайн-приемные на базе социальной сети ВКонтакте. Поэтому, да, это направление очень важное. Им нужно заниматься. Самое главное, чтобы в органах власти были люди, которые готовы профессионально, ежедневно заниматься. И вот здесь, думаю, Алексей скажет лучше, да, просто Телеграм и любая соцсеть, это же круглосуточный формат, да. И когда, допустим, я просыпаюсь, ну, допустим, в полперво ночи пишу что-то в Телеграм, бот, да, допустим, или просто я хочу получить ответ здесь и сейчас, едва ли пресс-служба органов государственной власти может отреагировать в течение, там, часа, полутора, да. Все равно это занимает определенное время. Вот здесь вот органы власти, к сожалению, не всегда могут, наверное, оперативно реагировать. Но на этот случай, мне кажется, сегодня уже есть инструмент чат-ботов, которые многие органы власти уже используют, внедряют. Алексей, а как Вы оцениваете уровень реализации вот этой идеи взаимодействия именно в Телеграм на уровне нашего региона? Есть ли какие-то уже успехи и какие еще шаги необходимо предпринять? Если говорить про цифры, то у нас почти все главы территории имеют Телеграм-каналы личные. У нас 66 органов власти, органов местного самоправления, их подведомственных организаций имеют официальные каналы в Телеграме. И суммарная аудитория их порядка 30 тысяч подписчиков. Это очень немного, и это то, куда имеет смысл расти. Особенно с учетом того, что сегодня мы узнали новость по последним исследованиям. Аудитория среднесуточная, а, набрал, месячная аудитория Телеграма обогнала аудиторию ВКонтакте. И когда создавались госпаблики ВКонтакте, мы говорили о том, что вот это основная социальная сеть, отечественная и так далее. Сейчас мы понимаем, что не быть в Телеграме, это значит не быть там, где находится твоя аудитория, где она общается, где она получает, как мы выяснили, только что из запроса новости, какую-то информацию и так далее. Зона роста есть и большая. Когда мы заводили там первые телеграм-каналы официальные и органов власти, и глав, и так далее, у нас была такая позиция. У нас есть чат-бот, Пермский край официально, в нем есть функция обратной связи. Все обращения, которые поступают в этот чат-бот, они поступают в Центр управления регионом. И дальше мы там по подведомственности распределяем и контролируем сроки и качество ответов. Да, совершенно верно. Сейчас необходимость в этом чат-боте, как в едином окне, она отпала, потому что нам удалось технически реализовать подключение телеграма к инцидент-менеджменту. И мы сейчас рекомендуем всем открывать просто комментарии. То есть как сейчас обстоят вас оперативность ответа? Скорость среднего времени ответов меньше двух с половиной часов в Пермском крае. Но это усредненная история, и туда попадают в том числе ответы из телеграма. Два с половиной часа – это время на ответ в стиле «Мы вас услышали, мы вернемся к вам». Мы сейчас уточним необходимую информацию, вернемся к вам с ответом тогда-то. Понятно, что за два с половиной часа даже люк, извините меня, не закрыть. Но два с половиной часа мы говорим только про рабочее время, к сожалению. Чтобы организовать круглосуточный, что называется, мониторинг, это бюджетное сигнование нужно увеличивать в десятки раз. Поэтому в условиях бюджетного финансирования, к сожалению, вот так. Поэтому в целом обратная связь в интернете у нас организована хорошо, правильно и грамотно. Об этом говорят все федеральные рейтинги. А вот в телеграме не все так радует, как хотелось бы. Потому что не во всех госпабликах, в телеграм-каналах открыты комментарии просто-напросто. Не до всех еще, к сожалению, дошло, что не имеет смысла все, что ты пишешь у себя в телеграм-канале, если нет возможности получить обратную связь. Но ведь мы понимаем, что контент в телеграм, он должен отличаться от контента в других социальных сетях. И мы обратились с вопросом об особенностях работы в телеграм-кэксперту. Давайте послушаем. Здесь нужно учитывать, что люди не всегда позитивно могут относиться к каким-либо новостям. Но я считаю, что многие телеграм-каналы наших властей, в том числе федеральных, достаточно хорошо работают с обратной связью. Специфика телеграма заключается в нескольких пунктах. Первое – это то, что практически у всех крупных каналов, если мы говорим про каналы, например, федеральных министерств, есть телеграм-бот, в который можно прислать новость либо обратную связь. Практика показывает, что некоторые из министерств очень оперативно отвечают на эту форму обратной связи, что я считаю довольно хорошим таким аспектом. Второе – это возможность привлечь молодую аудиторию. Некоторые, опять-таки, из министерств, они нацелены именно на нее. И здесь важно найти тот канал взаимодействия, который охватит именно их целевую аудиторию. Михаил, как вы считаете, вот сейчас целевая аудитория как раз-таки молодежи активнее охватывается благодаря телеграму или пока это не решает вопрос? Нет, ну, как уже я говорил ранее, государство должно присутствовать там, где присутствуют граждане этого государства. И да, выход в телеграм, как и выход в контакт, вообще в любую соцсеть – это выход в том числе к молодежи. И вот предыдущий сюжет, где молодой человек говорил, что он в чатах по интересам общается с ребятами, это как раз демонстрирует то, что молодежь сегодня собирается в такие микросообщества на базе телеграм. То есть эта аудитория там как раз есть. Но что касается обратной связи, телеграм – это место, где мы хотим оставить реакцию, оставить комментарий, быстро получить ответ. Вот, на ваш взгляд, два с половиной часа среднее время ответа комфортное? Или нужно еще работать в этом направлении? И какой показатель идеален? Ну вот, смотрите, да, зная, что работа органов государственной власти – это жестко регламентированная бюрократическая деятельность, которая иначе выстраиваться и не может просто-напросто, то два с половиной часа – это, несомненно, хорошо. Даже сам ответ «Ваше обращение принято в работу, мы занимаемся решением вашего вопроса, готовим на него ответ», это уже важно, потому что человек получает реакцию, он не остается один на один с проблемой. А если мы говорим о приеме бумажного заявления раньше, допустим, человек приходит, написал заявление, поставили штампик, тут у человека ответ намного быстрее. Что его заявление приняли уже? Это почти такой же формат, но возвращаемся к работе с оцифрованными данными. Если мы говорим о бумажном заявлении, то это все равно важное заявление, которое уходит в определенную цепочку согласований, резолюций, то если мы говорим про телеграмм, про любую цифровую среду, то я уверен, что у коллег в Центре управления регионом, нашего региона, вообще в органах власти уже накоплена определенная электронная база данных, база знаний по той или иной проблематике. Я вас уверяю, чаще всего по одной и той же проблеме может поступить, мне кажется, до десятков обращений, потому что, представьте себе, мы с вами едем, допустим, все из индустриального района в Центр, допустим, в автобусе что-то увидели, нам не понравилось, мы написали. Да, поэтому накопление информации крайне важно в электронном виде. Плюс, как мне кажется, такой формат позволяет, как вот там, учит нейросеть для работы, также здесь готовить большие данные для обучения тех, кто будет потом обрабатывать обращения, это пресс-секретарии, специалисты по работе с общественностью. Алексей, есть ли у вас идеи, как можно еще оптимизировать, ускорить этот процесс, может быть, пофантазируем на долгие годы? Нейросеть решит вопрос оперативности обратной связи, накопление данных, как сказал Михаил, или нечто иное? На данном этапе накопление, систематизация данных будет эффективней. Отдавать вопросы коммуникации власти с человеком нейросети, это вопрос из области уже, наверное, этики, а не эффективности. Я думаю, мне не кажется, что сейчас на данном этапе развития нейросетей это возможно. Хотя технически, скорее всего, какие-то очень простые функции в коммуникации в нейросети можно отдать. Например, здравствуйте, мы вернемся к вам через полчаса. Да, вот самый простой чат-бот, плюс, может быть, по каким-то ключевым словам, как Михаил правильно сказал, когда повторяющиеся вопросы по одной и той же теме, не по проблеме, я бы не стал доверять решению проблемы и искусственному интеллекту. А вот запросы информационные, например, когда у нас начнется отопительный сезон... Где найти информацию, о чем время. Да, 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 где записаться на прием к врачу, где найти адрес социального участкового и так далее. Это в нейросети можно доверить. У нас есть еще одно мнение, давайте тоже его послушаем и будем переходить к выводам. Что касается Телеграма, его главное отличие от остальных соцсетей – это отсутствие умной ленты. То есть вот эта подписка на канал, особенно, если мы говорим про власть, она во многом такая добровольная и во многом мотив более сильный, чем, например, в плане подписки на бренд. Поэтому, скорее всего, Телеграм во многом перетянет на себя большую часть аудитории. Если мы говорим про какие-то условные минусы вот этой платформы, я бы, наверное, назвал то, что еще не все пока привыкли к тому, что там все-таки этот формат ленты неумный и, например, человек просто может не догадаться. То есть, если, например, условно, на губернаторе я еще могу его найти, то, например, какое-то ведомство нет. И последний – это фейковые аккаунты. То есть, если ВКонтакте очень строго за этим следит и жестко банит, то, например, прям большая была проблема, если тоже в канале прописал, например, у Мизулиной, Екатерина, да, ее зовут, у ней, по-моему, семь что ли фейковых аккаунтов, и некоторые фейки настолько сделаны круто, что ты реально понять не можешь, где живой аккаунт, а где нет. Вот эту вот пресловутую галочку получить, ой, как непросто. Алексей, что делать с фейками все-таки? Как решить эту проблему, как обезопасить людей? Совершенно правильно спикер сказал, Михаил, правильно? Михаил. Сказал про то, что ВКонтакте с этим работает очень хорошо и эффективно. С фейками в Телеграме, к сожалению, покуда нет на это воли у собственников мессенджера, сделать что-то крайне сложно. У нас, если я правильно помню, мы до сих пор не получили верификацию даже для аккаунта губернатора. Та галочка, о которой... Да, совершенно верно. И это проблема, у которой есть решение, на самом деле. Если вы нашли Телеграм-канал какой-то личности, постарайтесь проверить достоверность, официальность этого Телеграм-канала где-то в третьих источниках. Посмотрите, есть ли ссылка на этот Телеграм-канал у него на сайте, на его верифицированной странице ВКонтакте и так далее. Это раз. Во-вторых, появилось очень много фейковых каналов, не принадлежащих личностям. Ну вот у нас с началом СВО появилась масса патриотических Телеграм-каналов, которые ведутся прямиком из Украины и продвигают с а-ля патриотических позиций какие-то свои нужные той стороне месседжи. И, в общем, старайтесь не доверять анонимным Телеграм-каналам, а еще лучше не подписываться на них, верифицировать в третьих источниках из третьих мест те Телеграм-каналы, которые вам интересны, и не читайте комментарии. Там, к сожалению, в комментариях тоже никак месседжер не модерирует эту историю. Там тоже масса ботов, там просто самого бота гораздо проще завести, опять же, чем ВКонтакте. В общем, быть более бдительным на этой площадке при работе с информацией. Михаил, попрошу вас резюмировать. Какие бы вы предложили еще форматы взаимодействия властей и населения в Телеграм? Может быть, что-то хочется видеть в более активном формате, что-то очень лишнее, какие-то объемы текста может быть? Что вот лично вам бы хотелось видеть? Ну, мне кажется, что в Пермском крае работа в этой части выстроена довольно-таки неплохо, потому что и сам подписан телеграм-канал органов власти и губернатора, отслеживая постоянно размещаемые вещи. Поэтому каких-то предложений по усовершенствованию работы, качества контента не будет. Наверное, речь о больше каких-то вопросах, ответах, типа ваших опросников. Но здесь опять есть риск того, что можно опять-таки в Телеграме накрутить ботов, так, чтобы они выдали комментарии, проголосовали. Вконтакте тоже, насколько я понимаю, сейчас не так просто, как год назад, два года назад можно получить галочку. Но сейчас есть возможность получить галочку госорганизации. Да, да. Это вот может быть, да, здесь с Телеграмом появится такой же сегмент отдельных госпабликов. Ну и третий момент, четвертый, да, уже. Да, вот это проверка, верификация аккаунта. Я рекомендую больше устраивать перекрестное определение, да, показывая, что вот, а посмотрите вот эти каналы, подпишитесь на них, да, чтобы постоянно, там, с периодичностью раз в неделю, допустим, Министерство здравоохранения закидывает информацию, а вот проверенные Телеграм-каналы других органов власти, да. Еще через неделю Министерство образования, вот, чтобы вот эта работа была системной, и люди подходили. Ну и последнее, это касается, наверное, пользователей Телеграма. Создавайте папки, да, с отдельными каналами, да, чтобы информация была рядышком, да, вот Михаил, эксперт, сказал, что там не всегда можно найти, да, не всегда можно, умная лента не выстраивается, да, вот, лично я это делаю через папки, подборки. Когда я не копаюсь в большой ленте, а просто захожу в подборку СМИ. То есть самостоятельно создавать себе комфортное использование? Конечно, конечно, еще раз, это сообщество, это определенная среда, в которой человек должен ориентироваться, должен выстраивать жизнь так, как ему интересно. Ну и тоже не так давно с коллегами из Центра управления регионом общались, соцсеть или нет, Телеграм. Все-таки я считаю, что Телеграм это уже полноценная соцсеть, а не мессенджер. А при условии возникновения функции сторис, да, которая появилась не так давно, то это уже вполне полноценный инструмент не просто коммуникации, а уже и там, полноценная соцсеть наравне с иными представленными в мире. Благодарю вас за такое резюме. Напомню, что сегодня мы говорили о Телеграм, как о инструменте взаимодействия между властями и населением. Это была программа «Открытый вопрос». Мы увидимся уже в следующую пятницу, нам будет о чем поговорить.